Всем привет! С вами Унафата. И сегодня я сделала обзор на куклу Текну из коллекции Сиреник Тмерцающие Крылья. Купила я эту куклу в начале этого года, тем самым порадовала себя на свой же день рождения. Сама коллекция относительно недавняя, конца 2014 года. Особенностью этой куклы является то, что она зафиксирована в статичном положении. И двигаются у нее только руки и ноги, а также ее крылья переливаются разными цветами при нажатии вот этой кнопки. Коробка выполнена в форме полуовала неправильной формы. Так как Сиреникс это превращение, связанное с водной стихией, такая стилистика проявляется во всех деталях данной коробки. Так, например, на фоне мы видим бесконечный океан, а на передней части коробки присутствуют выпуклые пузырики. Также есть две капельки сверху слева. Справа сверху на коробке есть эмблема Винкс. Снизу подписано My Fairy Friend, что с английского можно перевести как Моя подруга фея. Левее от куклы располагается ее фотография. Это немного нетипично для коробок с куклами Винкс, так как в основном на этом месте располагается арт с этим героем. Чуть выше есть подпись Текна. Также справа от куколки есть надписи о том, что если нажать на ее кнопку, ее крылья засветятся. И также надпись о том, что у нее подвижная голова и руки. Сейчас пробовать мы ее не будем. Мы попробуем ее крылья в действии после того, как распакуем. На задней части коробки присутствует точно такая же эмблема с подписью My Fairy Friend, как и спереди. В общем-то задняя часть не представляет из себя ничего особенного. Также тут изображены все девочки Винкс в превращении из Сиреникс в 3D. Стоит также отметить, что на этот раз производством этих фигурок занимается компания Затейник. Эти фигурки выпускаются только в России, то есть их можно назвать эксклюзивными. И на этой прекрасной ноте мы переходим к распаковке Текна. Вот так выглядит Текна уже без коробки. Конструкция достаточно устойчивая, то есть она может стоять без помощи моих рук. Все это благодаря розовой круглой подставке, на которой есть эмблема Винкс. Руки и голова действительно двигаются. Они с легкостью могут менять положение. Большим минусом куклы является очень низкий уровень детализации. Отсутствуют сиреневые вставки на топе. Юбка однотонная, хотя в мультике она немного переливается в розовый цвет. Леггинсы и крылья без рисунков. А в волосах нету более светлых бредей. Это немного расстраивает и делает Текну менее привлекательной и яркой. Тем не менее, личико у нее достаточно милое. Теперь переходим к самому главному. Будем тестировать крылья Текны. Честно вам скажу, они меня почти не впечатлили. Когда я ее покупала, я думала, что они будут светиться так же ярко, как это показано на упаковке. Но, к моему большому сожалению, блеска почти не видно при свете. Хотя, если выключить свет в комнате... На сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравился обзор на Текну серийник. Также в этом видео я хотела объявить, что в эту субботу, 21 марта 2015 года, в 14.00 по московскому времени, я проведу прямую трансляцию на моем канале YouTube. Ссылка на трансляцию будет на моей странице ВКонтакте. Будьте рациональными и не поддавайте на провокации. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok